Хочу обратиться к крестьянам, которые говорят, у нас прекрасная жизнь. Ну вот скажите, что у вас прекрасного? Я специально делаю паузу, потому что заставляю ваши мозги думать, что у вас прекрасного? Вот для чего вы родились? Для того, чтобы тупо просто говорить, что у вас прекрасно, но при этом даже понятия не иметь, что это такое, жить прекрасно? Вы понимаете, что все люди, которые выехали из России, как раз и получили шанс жить прекрасно. Их дети получили шанс, их, не знаю, внуки получили шанс. Они все забыли, откуда они родом, они все забыли русский язык. Вот у них все прекрасно. Ну, это первое, что вы понимаете. Ну, а второе, самое главное, вы же понимаете, что если бы не Путин, если бы был нормальный президент, Россия жила бы прекрасно. Представляете, сколько ресурсов в России, и как это все забрано у вас в один и тот же пакет, в один и тот же карман. Кто-то живет хорошо? Один, два, три, четыре, пять человек. А все остальные живут плохо. Вы представляете, вы родились, и вы проебали эту жизнь. Следующее поколение рождается, снова проебывает жизнь. Следующее поколение рождается, и каждый раз вы проебываете жизнь. Сочи waste of life. У вас, наверное, в голове так сказано, что жить хорошо можно кому-то, или жить хорошо можно пять минут в году, а все остальное время до страдания, да? Ну, так вот, вам неправду сказали. И знаете почему? Потому что рядом с вами живет страна Украина, которая совершенно иначе относится к своему президенту, и чей президент совершенно иначе относится к своему народу. Вы, конечно, не хотите слышать, как Украина жила последние несколько лет, как она отстроилась, как у нее все было хорошо и все лучше и лучше. Причем у самых обычных людей, ни у каких-то там, не знаю, врачей, адвокатов, нет, я говорю просто про продавцов в магазине, про учителей, про трак-драйверов, про самые обычные профессии. Как часто они ездили за границу отдыхать, какие у них шикарные дома, я бы сказала, фазенды, с бассейнами, с прекрасными gardens, backyards. Туда не стыдно пригласить американца, с прекрасными джакузи внутри, там два души каких-то инсталированных, суперсовременных, и да, с солнечными батареями, и да, дети разговаривают на нескольких языках, и да, на выходные они могли полететь за 5 евро в Европу и вернуться через 2 дня, потому что всего 5 евро. Ну, то же самое, как проехаться от одного конца города в другой на такси. И да, прекрасно жили села, села, у них такие села, каких у вас городов нет. Понимаете, жизнь вот прям перед вами показана, что вы можете жить иначе, ну нет, нет. Вместо того, чтобы сделать из себя иначе, вы решили такую же свою жижу накинуть на Украину. Типа, раз мы плохо живем, живите и вы плохо, да? Прекрасный план, прекрасный. Так вы поколениями оттачивали, да, как портить жить окружающим, да? Вот поэтому украинцы вас сейчас ненавидят, поэтому они хотят, чтобы вас больше не было. Потому что вы просто не понимаете по-хорошему. Да и по-плохому не понимаете, вообще никак не понимаете. Вы не хотите жить, вы не хотите жить хорошо, вы не хотите жить лучше, вы хотите, чтобы просто всем вокруг было плохо. Ну, так я подписываюсь. Если вы не понимаете по-хорошему и по-плохому, тогда это видео показывает вам, что так вы жить никогда не будете. Сомневаюсь, что вы вообще хоть как-то жить будете. Я думаю, эта злость вас полностью уничтожит, как раковое заболевание. Никто вас не оплачет в могиле, никто вас не вылечит. Вы сами себя следите за своей злостью.